Друзья, всем привет! Сегодня так лихо собрался, думаю пойду по минимуму с собой вещей буду брать, оденусь полегче, потому что на улице ноль где-то в районе того, сосульки висят все, капают с крышек. Короче говоря, до такой степени минимализировался, что-то забыл даже взять с собой штатив. Ладно, пойдем постараемся без него. Что ж, куда я сегодня иду, объясняю. Помните, вчера я поставил жерлички? Их я поставил, так и оставил. Они уже на ночь там стоят, вчера были соревнования. Ну как, междусобойщик такой, так называемый, съезд единомышленников, тех, кто увлекается в наших краях спортивной мормышкой. Ну и опять получилось так, что я на них победил. Ну эти водоемы удобно для меня, с глубиной и все такое. И рыба, как сказать, знакомая. Ну не дело ни в этом, ни разговорочно не о соревнованиях об этих. Разговорочно о том, поймаем мы что или нет. То есть, друзья, сейчас раскруповалась. Ситуация следующая. Мне опять перепроверяюсь и не знаю, как к себе приду. То есть приходить придется либо ранними утрами, либо поздними ночами. Потому что сейчас дочка закашляла. И садик водить пока временно не будем. Ну, а если жена на работе, то соответственно я в няньках. То есть ближайшие два дня буду я в няньках. Ладно. Что и как дальше будет, я еще сказать не могу. Да ни к чему это все. Сегодня главное, вот мы идем снимать видос, проверять сностос. Пришли к нашей хозпостройки. Снег убирать не буду, что это так. Видня. Недавно убирал. Вот так вот если ночевать в ней, все равно лучше снег оставлять. Вот небольшой слой. Так, снег был после того, как я был, тогда все равно немного так. Все это ни о чем. Устался он на тропиночку. То есть тропиночку надо намять по-хорошему сейчас. Ходить почаще. Буду почаще опять не получится ходить. Тем более февраль такой голени безсказуемый месяц. То, что сегодня погода вроде ничего. Завтра вот чисто ветром одним, без засадков, без лишних. Может переместить так, что тропинка опять будет не видно. Подвигаемся в сторону наших жерлиц. С надеждой что-то там увидеть интересное. Друзья, взял с собой сегодня только трех живчиков всего в кане вот. И скажу честно, подходя вижу, что один сложочек стоит. Не факт, что результативно настроение приподнялось. Вот здесь вот берега я вижу, что он уже приподнятый один. Но не все видел еще. Не взял с собой сегодня ни бура, ничего. Но блин, дай бог, что сюда попало, чтобы настроение приподнялось. Чтобы это был не ветер, ничего такое, а реально хотя бы рыба. Чтобы, знаешь, что не напрасно все это делалось, что ты ходишь сюда. Друзья, у меня две сработки оказалось. Вот одна из них, просто не знаю куда одевался флажок. Кроме меня жерликого не было, а вот он. Летел. Заберем оденевно, приклеивать по-хорошему. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Надежда есть, если две сработки есть. Он хотя бы не крупная рыба здесь когда-то заходила. Все-таки, блин, февральный месяц должна же что-то плевать на реки. Будем пробовать проверять. Друзья, мне в стране неудобно без штатива. Как бы я не пытался при мосты и накан хотя бы в камеру, ничего не получается. Ладно. К тому же у меня нет ничего с тобой. А что-то мне такое ощущение, что это просто так вот здесь, по крайней мере, без рыбы. Может, птица садилась. Потому что не размотана. Одно хорошо в такой погоде. То, что не омерзают лунки абсолютно. Не, его кто-то задел. Мелочевка. Ну, блин, это была рыба. Блин, это была рыба. Это сто процентов. Это сорока. Это отряхаем. И заряжаем по новой. Посмотрим, что над той. Перетрясем все, потому что возможно вполне, что просто сбили жутца и флажок не сработал. Перепроверить надо, в любом случае. Что ж, друзья, до второй сработки. Трудно что-то сказать. Здесь все размотано. Но рыбы нету. Блин, как так-то. Такая была надежда. Все у нас слабенькое течение, оно есть. Оно мешает достать. Блин, маленький рыбчик. Это либо мелкий на лименок. Возможно, что-то вообще типа окуня. Чуть-чуть такой давленый. Ни царапин, ничего нет. Но на щуку не похоже. Жалко, конечно. Опять все происходит в том же темпе, как это было ранее, в начале сезона. То есть мы что-то ставим, что-то вроде как не срабатывает. Но рыбу это не приносит. Что ж, друзья, некую надежду все-таки внушила вот эта двойная сработка, две сработочки. Ну, в целом, я еще раз говорю где-то, вот снимая видео свое говорили. В этом сезоне было бы удивительное, что если бы что-то попалось. А если ничего не попалось, удивительного нет. Да, там говорили, что через струну, через рот там зацеплять можно всяко-разно попробовать. Было бы без сходов. Но, согласитесь, вот, если была бы хорошая рыба, хорошая рыба даже в районе килограмма, вероятнее всего она бы цапнула и заглотила бы жутца. Ну, или бы содрала его и ушла. А вот то, что вот это вот царапинки, там еле-еле пожеланный жутчик, такая рыба, если бы она попалась, одна проблема ее отцепить и отпустить. Так что, то, что сегодня произошло, вот это вот, просто кто-то жамкнул жутца, это бог с ним, что рыба ушла. Ничего страшного нету. Оставим еще. Не знаю, завтра сюда 100% я не пойду. Нет желания, даже если было свободное время. То есть, скорее всего, даже если пойду, я, если получится, то с мормушкой половить. Ну, а в целом, на ближайшее будущее планов пока никаких не строю. То есть, сюда я приду, проверять буду. Но пока даже не знаю, в какую сторону передвигаться, опять же. То есть, один флажочек сработал где-то у травы, у коряжек на глубинке, другой на чистом песке, на мелеке. То есть, и в том и в том варианте какая-то была не особо крупная рыба. То есть, вероятнее всего, это очень мелкий наременок, либо окушок. Вполне возможно. Даже не щуренок. Даже вот не такой щуренок, это 100%. О мормушке. Будет в выпуске, где-то говорили, снимай видео более-менее получающее. Продолжай. Начал, задел то, что... О мормушке, о том, как я начинающий вроде как спортсмен, и показывать. Для новичков это было бы более понятливо от новичка и слышать, чем от профессионала. Это будут видосы такие. Это в любом случае будут. Вот здесь у меня есть на реке местечко. Охота половить с мормышкой. По спортивной. Ну, нужен кормой мотыль. Не знаю, привезли, не привезли. И свободное время, соответственно. То есть, для меня на реке с небольшой тягой для самого интересно будет покормиться и попробовать удержать рыбку. Также по тактической рыбалке. Друзья, вот я снимал видео. Тактику свою показывал приблизительную. На том же святом. Но вот по вчерашним соревнованиям посмотрел. Начинающие рыболовы, спортсмены. Даже не начинающие. Рыболовы-то они уже дальнишние. Но в плане спорта делают много ошибок. То есть, есть навыки, те которые вот по учебнику, короче говоря. Азы есть. Поверхностное знание. Но, как поступать в такой-то, в такой-то, в такой-то ситуации люди не понимают. Но это все не рассказать. Это очень надо долго подходить к этому всему. Ну, самому по себе вот этот вот рыболовный спорт, он очень интересный. И порассказывать о нем можно вечно. То есть, я могу каждый день снимать видео. И даже вам, хоть я и начинающий рыболов спортсмен, очень много полезного рассказывать каждый день. То есть, что-то новое в каждом видео можно подчеркнуть. То есть, эта тема будет одеваться. И... И все. Пока ничего не буду говорить наперед. Потому что, планы строить никогда не получатся. Я хочу сделать одно, одно, одно. А в итоге все обламываться. Из-за каких-то вот домашних трудностей. Из-за других, из-за других. Проблемы у всех бывают какие-то вот. Которые вот, вроде все хотелось вот так вот. А в итоге вот не так, как хотелось бы. Ладно, друзья. Всем пока. Увидимся на моем канале. С вами был Юрий Хедянин. Очередной выпуск болен рыбалкой без рыбы.